Приветствую вас, Татьяна. Я бы сказал, что одним из ключевых факторов вашего текста является то, что он неопределён. И вопрос, который вы задаёте, является неопределённым. Так же. В том смысле, что не совсем понятно, как быть, ну, как быть, что бы что. То есть, ну, вы хотите как-то поступить в этой ситуации. Как поступить, чтобы что. Совершенно очевидно, что, как бы, есть разные люди, есть разные точки зрения, есть разные позиции, есть разные моральные, как бы... Ну, морально есть разные представления у людей. И это, на мой взгляд, совершенно нормальная история, что, ну вот, у ваших родителей такая позиция у вашего молодого человека, другая позиция. И мне кажется, что не обязаны люди дружить, не обязаны люди принимать вашего молодого человека. В конце концов, это ваша жизнь, не только вам решать, как поступать в ней. Другой вопрос и другой момент, если вы чувствуете, что вам нужно, чтобы одобрили, чтобы ваша, например, семья одобрила ваш выбор и так далее. Это уже несколько другой, более сложный момент. Он не связан напрямую с этой ситуацией, вот. А, скорее, он связан с вашей некоторой, такой, знаете, общей тревожностью, вот, общей такой. Ну, общей может быть зависимостью от ваших родителей. Может быть связан с общей такой привычкой быть на, ну, искать согласие со своими родителями, искать солидарности с ними и так далее, но здесь важно понимать, что чем взрослее вы становитесь, тем более сложнее это сделать. Потому что вы с родителями, вы с своими родителями люди разные. И это совершенно, как мне кажется, нормально, что родители не принимают каких-то ваших позиций, а вы, в принципе, можете не принимать каких-то позиций. Ваших родителей не принимать, поэтому мне кажется, что нужно лично вам в этой ситуации смотреть на то, чтобы позволять себе быть с собой, да? Вот, и родителям быть с собой, и привычать их потихонечку, может быть, к тому, чтобы, ну, что вы сами способны принимать какие-то ключевые решения в вашей жизни. Вот, и, соответственно, чтобы они учились, в том числе, признавать этот момент, признавать, что вы можете эти самые решения принимать, что это абсолютно нормально. Вот, абсолютно нормально, что вы принимаете такие решения, которые им могут не нравиться принимать, что вы можете принимать такие решения, которые их могут не устраивать. И смотреть на то, как вы на это реагируете, то есть смотреть на свои ощущения от этого, потому что если ощущения негативные, если вам нужно, чтобы они, родители, я имею в виду, поддерживали вас, то есть, что здесь мы сталкиваемся с той проблемой, что вы не можете быть свободны, потому что, ну, вам, так или иначе придется все время смотреть на своих родителей и пытаться угодить им, а жить своей жизнью таким образом не получится. Не получится. Вот. Это, как мне кажется, совершенно очевидно. Вот. Поэтому, я думаю, что эфир все зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы у вас была большая дружная семья, ну, наверное, это невозможно, потому что, совершенно очевидно, что вы человек другой, нежели ваши родители, иначе бы у вас не было, не было бы такого мужа, такого вот молодого человека, да? Вот. Совершенно очевидно, что молодой человек у вас другой, который родителям не нравится, и, совершенно очевидно, что в вашей семье есть некоторые нормы, нормы, которые молодой человек не соответствуют, да? Это тоже, как мне кажется, нужно признать. Хотя это, может быть, болезнь достаточно, но, тем не менее, выбора здесь у вас, мне кажется, эээ, мне кажется, нет. Выбор. Именно выбора. Мне кажется, у вас, эээ, чуть, ну, просто не может быть, потому что, эээ, ну, потому что, эээ, ну, потому что, эээ, все системы разные, все разные, и, эээ, нет ничего удивительного в том, что, эээ, вот, ваши родители оказались неспособны принять какие-то вещи, эээ, связанные с, эээ, ну, молодым человеком и так далее. Ну, вот, поэтому, такая вот история. А, я, эээ, хочу, эээ, чтобы вы правильно меня поняли, эээ, вот, эээ, в том, что я говорю, да, вот, и хочу, чтобы вы поняли, что, эээ, очень важно здесь, эээ, выявить, эээ, что является проблемой для вас. То есть, вы хотите, ээээ, как-то вот поступить, да, вы хотите, ээээ, как-то поступить, эээ, чтобы что. То есть, какая у вас, ээээ, вот здесь цель, потому что цель может быть, эээ, вполне адекватный, вот, и, к сожалению, цель может, может быть и неадекват. Ну, то есть, неадекватный, да, в том смысле, что ее, эээ, невозможно реализовать цель, я имею в виду невозможно реализовать, потому что, эээ, Фактически, фактически, фактически возможности для этого нет. И мне кажется, что здесь речь идет исключительно про вашу некоторую самостоятельность, да, и про те границы, где вы можете оставаться с собой, где вы можете оставаться с собой, и где вы не можете с собой же оставаться. Это очень важный момент, потому что в противном случае вы себя, я бы сказал, так, вы себя теряете, вот, ну, в случае, если, если перестаетесь быть собой и пытаетесь подстроиться под родителей там и так далее, и соответственно, возникают серьезные трудности, как мне кажется. Поэтому, мне кажется, что в какой-то степени вы опасаетесь ответственности, вот, мне так показалось, по крайней мере, потому что, ну, почему мне показалось, потому что вы задаете максимально такой вот неопределенный вопрос, в том смысле, да, вот, как мне поступать и что, как бы делать. Ну, точно. все, мне кажется, зависит исключительно от оснаток, если вы чувствуете, что ваша природа такова, например, ваша природа такова, что, ага, вам нужен молодой человек, что вы хотите быть на него вот это, ответственно, одно. если вы чувствуете, что молодой человек вам не так дорого, что это больше там похоже на увлечение, больше похоже на какую-то бласть, да, и что это не стоит того, не стоит усилий каких-то, то, конечно, в таком случае, ну, имеет смысл, наверное, посмотреть в форме родителей. То есть, понимаете, у вас здесь вот, как будто бы такая вот целая, есть неустойчивость, понимаете, вот, и как бы, ну, эта неустойчивость, она довольно сильно может оказывать влияние на вас, да, на вашу жизнь, на ваше решение, вот. Поэтому, вне всякого сомнения, мне кажется, что идеальным вариантом было бы, ну, прислушиваться к себе, идеальным вариантом было бы, поисследовать свои какие-то вот собственные реакции, вот. И уже там, уже там посмотреть, как дальше действовать, да, уже там посмотреть, что дальше вы можете делать, вот. А так вот говорить вам, как поступить в эту ситуацию, ну, мне кажется, не совсем этично. Вот. А если вы, к примеру, разрываетесь на нового игра, ну, грубо говоря, то есть хотите и тем, и тем, то эта позиция, скорее всего, обречена на провал, потому что вы не сможете угодить всем. Вот. Тем более, что тут самих на родители. Я могу сказать, а, вот, только лично я могу сказать, а, вот, такой аспект. Я могу сказать вам, а, вот, что, а, ваше, а, личное отношение, а, никак не касается родителей. Вот. То, что, а, вашим родителям, может, не нравится молодой человек, ваш, а, вот. Это говорит, а, на мой взгляд, ну, больше про то, что, а, родители имеют на вас достаточно, а, сильное, ну, влияние. Вот. И это сильное влияние, на мой взгляд, на мой взгляд, сильное влияние, оно, как бы, вмещает вам быть с собой. Поэтому, в какой-то степени, а, дистанцировать себя от родителей, а, может помочь, а, психолог, вот. А, в каком-то, в какой-то степени, а, научить вас, а, опираться на себя. И, эм, фейн-чиф, может, эм, также помочь, эм, психолог, вот. Эм, больше уже, я думаю, вам решать, как поступать. Вот. Потому что, ну, может быть, вы, эм, почувствуете, что, эм, может быть, вы, эм, почувствуете, что, эм, для вас важно, эм, там, родителям, да, и что это ближе, эм, к вашей, например, природе, чем, допустим, эм, эм. А, может быть, вы, эм, почувствуете совсем другую историю, может быть, вы почувствуете, что, наоборот, вам больше хочется быть молодым человеком, но, там, там, к примеру, вы, эм, чувствуете, что должны родителям. Вот. То есть, тут, вот, все довольно-таки неоднозначно, в этом смысле. Вот. И мне кажется, что, эм, крайне важно, эм, крайне важно в этом отдавать, эм, себе отсчет. Отчет. Отчет в том, что, идеальных, э, решений, здесь, вот, не будет, к сожалению. Ну, это, может быть, эм, к сожалению, для вас, а я, например, ээ, считаю, что это хорошо, потому что, если бы, довольны, довольны, ээ, были бы все, то, на мой взгляд, эээ... принять то решение, так вы можете, как мне кажется, взвесить и принять то решение, которое вам действительно важно, вот, и так оно будет для вас ценным, так оно будет для вас важным, вот, и так вы сможете сделать именно тот выбор, который вам больше всего по душе, вот, ну все, то, что сейчас вы ждете, да, это тревожное сердце, да, неверное себе, страх ошибки, наверное, вот, и может быть, чувство вины перед родителем, есть ощущение, что вы можете сдерживать свою некоторую злость на них, ну, потому что чувство вины это очень сильно про злость, про подавленную злость, конечно же, вот, вот, такая вот история, на этом все, я надеюсь, что помог вам, отдельно хотел бы отметить скандал, который произошел у вас с родителями, вот, в скандале, я так понимаю, участвовали и вы, тоже, и мне кажется, что очень важно обратить внимание на то, как именно вы делали склад в скандалы, и вообще, насколько поощряется искренность ваша семья, искренность открытость и так далее, потому что, ну, мне, как мне показалось, это больше, знаете, такая парада, то есть, когда вы говорите, что из любви ко мне и из уважения, они, ваши родители, ничего не говорили, да, мне вообще это показалось немножко, как-то слишком официально, что ли, вот, поэтому это тоже нужно учитывать. На этом все, я надеюсь на то, что вы дадите обратную связь на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.